В октябре 1941-го обстановка на московском направлении была напряженной. Немцы захватили Орел и Брянск. Вторая танковая группа Гудериана и 4-я полевая армия приближались к Туле и представляли серьезную угрозу Москве. Они искали слабые участки в советской обороне, чтобы уничтожить их и прорваться к столице. На помощь Красной армии вышли жители Тулы. Они как могли защищали родной город, строили укрепления, валили лес, преграждая путь фашистам к их дому. На предприятиях день и ночь изготавливали оружие. Тула была крупным промышленным центром, где ковалась победа. И ковалась не только созданием автоматов и винтовок, не только ковалась мощным патронным заводом, который, в общем-то, снабжал большое количество дивизий А и армий, но ведь там были мощные артиллерийские мастерские, мощная артиллерийская база. Оборона Тулы проходила одновременно с тяжелыми боями на других фронтах. По-прежнему у врага было превосходство в силе и технике. Однако немцы несли большие потери. Видя это, Верховная Ставка принимает решение окружить фашистов в районе Тулы и перейти в контрнаступление. 6 декабря советские войска начинают Тульскую контроперацию. Силами 50-й, 49-й и 10-й армий, а также гвардейского корпуса генерала Белова. Противник превосходил нашу армию в артиллерии в полтора раза, в танках почти в три. Вот такая крупномасштабная операция требовала соответствующих мощных армейских, а точнее фронтовых группировок. В фронтовой группировке ни одной не было создано. Были группировки армейского масштаба. И вполне понятно, что армейская группировка решить стратегическую задачу она не в состоянии. Наступление советских войск продолжалось 10 дней. За это время удалось нанести серьезные поражения 2-й танковой армии Гудериана и нескольким дивизиям. Они были отведены и появятся на фронте только через 7 месяцев. Три командира дивизии были сняты с должности. Один застрелился из-за того, что ему очень хотелось получить железный крест, и он обещал Гитлеру лично, что он захватит, войдет в Тулу. И тогда, когда его дивизия была разгромлена и отброшена, он застрелился. Полностью исчерпав свои возможности, фашисты стремительно отступали. Советские войска отбросили врага на сотню километров от столицы. Угроза обхода Москвы с юга миновала. Осада Тулы была снята. Великий подвиг солдат и горожан навсегда увековечен в почетном звании Тулы. Город-герой.